Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 8 октября. Житие преподобной Матери нашей Пелагии. Великое благодарение должны мы всегда воздавать Господу нашему за то, что Он не желает смерти грешным, но долготерпеливо ожидает обращения их к праведной жизни. Дивное событие, пишет диакон Илеопольской церкви Яков, произошло в наши дни. Поэтому я о нем и передаю вам, братья, святым братьям, чтобы, читая со вниманием, получили вы великую пользу. Святейший архиепископ Антиайхии созвал к себе по церковным нуждам из окрестных городов восемь епископов. Между ними был и святый Божий человек, мой епископ Нон, муж придивный, прежде бывший самым строгим иноком Тавенского монастыря. За свою добродетельную жизнь он взят был из монастыря и поставлен в епископа. Нон пришел из Илеополя, захватив и меня с собою. Когда епископы собрались в церковь святого мученика Иулиана, то пожелали слышать от Нон на поучение и сели все при дверях церковных. Нон тотчас же стал изустным, поучать на пользу и на спасение слушавшим. Все благоговейно внимали святому учению его. В то время одна женщина, язычница, известная по всей Антиохии блудница, проходила мимо дверей церковных с великой гордостью, одетая в многоценные одежды, украшенная золотом, дорогими каменьями и жемчугом, окруженная множеством девиц и юношей в красивых одеждах с золотыми ожерельями. Она была так прекрасна лицом, что созерцанием ее красоты не могли довольно насытиться светские юноши. Проходя мимо нас, она наполнила весь воздух ароматным благовонием. Увидев ее идущую столь бесстыдность, не покрытую головой и обнаженными плечами, епископы закрыли глаза и, тихо вздыхая, отвернулись, как от великого греха. А блаженный Нон пристально и долго смотрел на нее, пока не скрылась она из глаз. И потом, обратившись к епископам, сказал, «Разве не понравилась вам красота той женщины?» Они не отвечали, но он с плащем склонил голову свою и омочил слезами своими не только платок, бывший у него в руках, но и грудь. Воздыхая от глубины сердца, он снова спросил епископов, «Разве не усладились вы видом красоты ее?» Они молчали. Но он сказал, «Поистине, многому я научился от нее. Ибо женщину эту поставит Господь на страшном своем суде и ею осудит нас». Как вы думаете, сколько времени она провела в своей опочивальне, моясь, одеваясь разными способами, украшая себя и осматриваясь в зеркало, всю свою мысль и попечение возлагая в том, чтобы красивее всех явить очам временных своих поклонников? А мы, имея жениха бессмертного на небесах, на кого ангелы взирать желают, не заботимся об украшении окаянной души нашей, оскверненной, обнаженной, исполненной срама. Не стараемся омыть ее слезами покаяния и одеть красотой добродетелей, дабы явилась она благоугодной перед очами Божиими и не была посрамлена и отвержена во время брака Агнца. «Окончив такое норовоучение, блаженный Нон взял меня, грешного своего диакона, и мы пошли в келью, которая была нам дана при той же церкви святого Иулиана. Войдя в опочивальню свою, епископ мой повергся лицом на землю и плача говорил, «Господи Иисусе Христе, прости меня, грешного и недостойного, заботы этой женщины об украшении тела превзошли все попечения моей об окаянной душе моей. Та женщина, чтобы угодить тленным своим поклонникам, украшая себя, столько показала старания, а я не стараюсь быть угодным тебе, Богу моему, но пребывая в лености и небрежности. «Каким лицом возрю на тебя, какими словами оправдаюсь перед тобою, горем мне грешному, предстоя перед святым алтарем твоим, не приношу я тебе той душевной красоты, коей ты от меня ищешь». Та женщина в суете своей обещалась угождать смертным людям, являясь им в столь благолепном виде, и делает то, что обещала. «А я обещался угождать тебе, Богу моему, и солгал по лености моей. Я наг, ибо не сохранил повелений твоих. Не на дела мои надеюсь, но на милосердие твое, и от него уповаю получить спасение». Так долго с рыданиями взывал святой Нон, молился он и о той женщине, говоря, «Господи, не погуби создание рук твоих, да не пребудет такая красота в разврате во власти бесов, но обрати ее к себе, да славится в ней имя твое святое, ибо для тебя все возможно». По прошествии того дня и ночи, после утренней, день был воскресный, святой Нон сказал мне, «Брат Яков, послушай, какой сон мне был в эту ночь. Казалось мне, что я стою в одном из углов святого алтаря, и вот во время совершения службы явилась какая-то черная голубка, покрытая нечистотою и наполнявшая воздух зловонием. Она летала кругом меня, и я не мог выносить зловоние ее. Когда же диакон произнес «Елице оглашение из Эдити», голубка отлетела, и я не видел ее, пока не кончилась литургия. По совершению же литургии, когда мы выходили из церкви, я вдруг увидел снова ту же нечистую голубку, которая опять летала кругом меня. Протянув руку, я взял ее и бросил в воду, стоящую в притворе церковном. В ней та голубица омылась от всей нечистоты своей, вылетела чистой и белой, как снег, и, поднимаясь в высоту, стало невидимо. Рассказав мне этот сон, блаженный Нон, захватив меня с собой, пошел с прочими епископами в соборную церковь, где, принесшие приветствие архиепископу, они совершили божественную службу. По окончанию святой службы архиепископ Антиохийский предложил блаженному Нону преподать поучение народу. Нон отверз уста своей и учил людей силой премудрости Божией в нем обитавшей. Слова его не отличались изысканной мудростью мира сего, но были просты, вразумительны для всех и действенны. Ибо Дух Святой говорил его устами. Он говорил о страшном суде и о будущем воздаянии праведным и грешным. Все присутствовавшие так умилялись словами его, что орошали слезами землю. По смотрению милосердного Бога привелось этой блуднице, о коем мы повествуем, и которая прежде никогда не бывала в церкви и не вспоминала о грехах своих, мимоходом зайти в то самое время в церковь. Услыхав поучение святого Нонна, она пришла в страх Божий, помышляя о грехах своих и слыша поучение святого Нонна о вечной за них муки. Она стала приходить в отчаяние и изливала потоки слез из очей своих, и в сокрушении сердечном не могла остановить своего плача. Потом она сказала двум слугам своим, подождите здесь, и когда выйдет тот святой муж, который говорил поучение, идите за ним, узнайте, где он живет, и, возвратившись, скажите мне. Слуги исполнили приказание и поведали госпоже своей, что святой живет при церкви святого мученика Иулиана. Тогда она немедленно написала своей рукой такое послание к блаженному Нонну. «Святому ученику Христову грешница и ученица дьявола. Слышала я о Боге твоем, что он преклонил небеса и не шел на землю не для праведных, а для спасения грешников. Он смирился до того, что с мытарями вкушал пищу. Тот, на кого херувимы взирать не смеют, с грешниками имел общение и с блудницами беседовал. «Господин мой, если ты, как я слышу от христиан, истинный раб Христов, то не отвергнешь меня, желающие при твоей помощи, прийти к Спасителю мира и увидеть пресвятое лицо его». Прочитав это послание, святой Нонн написал в ответ ей так. «Какой бы ты ни была, но ведому Богу и ты сама и намерение твое. Поэтому прошу тебя, не искушай меня недостойного. Я грешный служитель Божий. Если же ты действительно имеешь доброе желание уверовать в Бога моего и видеть меня, то со мной здесь другие епископы. Итак, приходи, и вместе с ними увидишь меня. Наедине же тебе видеться со мной не должно». Получив и прочитав это, грешница исполнила с великой радостью, поспешила в церковь святого Иулиана и дала знать о своем приходе блаженному Нонну. Он же, собрав к себе семь других епископов, повелел ей войти. Явившись перед собором святых епископов, она с плачем поверглась на земли и припала к ногам святого Нонна, восклицая, «Умоляю тебя, господин мой, будь подражателем учителя твоего Господа Иисуса Христа, яви мне благодать твою и сделай меня христианкой. Я море грехов, господин мой, и бездна беззаконий, а мой же меня крещением». Все собравшиеся епископы и клирики, видя блудницу, пришедшую с таким покаянием и верою, проливали слезы. Блаженный едва мог заставить ее подняться от ног его. «Правила церковные», — сказал он, — «повелевает не крестить блудницу без поручителей, из опасения, чтобы она не вернулась снова к той же блудной жизни». Услышав этот ответ, она снова поверглась к ногам святого, омывала их слезами и отирала волосами головы своей, как некогда евангельская грешница омывала ноги Христа. «Ты дашь ответ Богу о душе моей, если не крестишь меня», — говорила она. «От рук твоих да взыщет тогда Бог душу мою, и за тобой запишет лукавые мои дела. Если отвергнешь меня некрещеную, то будешь виной продолжения моей блудной, нечистой жизни. Если не избавишь меня теперь от злых моих дел, то я отвергнусь от Бога твоего и поклонюсь идолам. Если не сделаешь меня ныне невестой Христовой и не приведешь к Богу твоему, то не будешь иметь доли с Ним и святыми Его». Все присутствовавшие, слышав это и видя, как такая блудница столь сильно воспламенилась стремлением к Богу, прославили человеколюбца Бога. Блаженный, но он немедленно послал меня, смиренного Якова, к архиепископу, поведать ему о всем. Архиепископ, услышав о происшедшем, весьма обрадовался и сказал мне, «Пойди, скажи епископу твоему, «Отче честный, тебя ожидало дело это, ибо хорошо знаю тебя, что ты Божие уста, по слову Его. Если из ничтожного извлечешь полезное, то сделаю, как мои уста». И, призвав госпожу Роману, которая была первой деканистой церковной, послал ее со мною. Когда мы пришли, то застали Пелагии, еще лежавшей на земле у ног блаженного Нонна, который едва мог заставить ее поднять, и говоря, «Стань, дочь, чтобы огласиться перед крещением». Она встала и сказал ей, епископ, «Исповедуй сначала грехи твои». Она отвечала с плачем, «Если начну испытывать совесть мою, то не найду в себе ни одного доброго дела, знаю лишь, что грехи мои многочисленнее песка морского, и не достанет воды в море, чтобы омыть скверные дела мои. Но я надеюсь на Бога твоего, что Он облегчит бремя беззаконий моих и милостиво призрит на меня». Епископ спросил ее, «Как твое имя?» Она отвечала, «Родители мои называли меня Пелагеейю, граждане жантиягийские, переименовали меня Маргаритой, ради тех красивых многоценных уборов, коими украшали меня грехи мои». Маргарита в переводе с греческого значит «жемчужина». Тогда епископ огласил ее, крестил во имя Отца и Сына и Святого Духа, помазал миром и причастил причистого и животворящего тела и крови Господа нашего Иисуса Христа во оставление грехов. Духовная матерь Пелагея была деканист Сарамана. Приняв ее от купели крещения, она провела ее из церкви в покое оглашенных, так как и мы там находились. Блаженный Нон сказал прочим епископам, «Будем трапезовать, братья, и возрадуемся с ангелами Божьими о том, что нашли потерянную овцу. Вкусим пищу с елеем и вином ради духовного утешения». Когда все пришли и стали трапезовать вместе с новокрещенную, бес начал вопить во всеуслышание. Человеческим голосом, рыдая, говорил он, «Горе, горе, что терплю я от этого болтливого винопийца! О, злой старик! Не довольны ли было тебе тридцати тысяч, старацин, коих ты крестил, похитив их у меня? Не довольны ли тебе было и Леополя, который ты у меня отнял и привел к твоему Богу? А он был некогда моим, и все в нем живущие мне поклонялись. А теперь и последнюю мою надежду ты отнял. Что же мне делать, старец упрямый? О, обманщик! Не могу выносить твоих уловок. Да будет проклят день, в который ты родился, злой старик! Потоки слез твоих пролились на мое жилище и сделали его пустым! Так плача, вопил дьявол перед дверями покоя, где мы были, и все там находившиеся слышали голос его. И снова, обратившись к новокрещенной, бес сказал, Что ты делаешь со мною, госпожа Пелагия? Ты подражаешь Иуде? Он, почтенный апостольской славой и честью, предал Господа своего, а ты тоже сделала со мною. Тогда епископ повелел рабе Божией Пелагии оградить себя крестным знамением, и она сотворила знамение креста Христова на лице своем сказала дьяволу, Да отгонит тебя Иисус Христос, избавляющий меня от тебя! Когда она сказала это, дьявол тотчас исчез. Через два дня, когда Пелагия спала с госпожой Романной, матерью духовной, явился к ней дьявол, разбудил ее и начал говорить ей, Дорогая госпожа моя Маргарита, какое зло я сделал тебе! Не обогатил ли я тебя золотом и серебром? Не украсил ли я тебя каменями драгоценными, уборами и одеждами? Молю тебя, поведай мне, какой причинил я тебе скорбь! Что велишь мне, все исполню немедленно, только не оставляй меня и не делай из меня посмешище! Оградив себя крестным знамением, Пелагия отвечала, Господь мой Иисус Христос, избавивший меня от зубов твоих и соделавший меня невестой небесного своего чертога, «Да отгонит тебя от меня!» И тотчас дьявол исчез. Разбудив немедленно святую Роману, Пелагия сказала ей, «Помолись обо мне, мать моя, лукавый преследует меня!» Романа отвечала дочь моя, «Не устрашайся его, ибо он теперь боится и трепещет даже тени твоей!» На третий день по крещении своем Пелагия призвала одного из слуг своих и сказала ему, «Ступай в дом мой, перепиши все, что есть в моих златохранительницах, и все уборы мои, и все принеси сюда!» Слуга пошел и сделал, как было приказано ему. Тогда блаженная Пелагия, призвав святого епископа Нонна, все отдала в руки его, говоря, «Вот богатство, коими обогатил меня сатана! Передаю его в святые руки твои, делай с ними что хочешь! Мне же должно искать сокровищ Господа моего Иисуса Христа!» Блаженный епископ Нонн, призвав эконома церковного, отдал ему в присутствии всех, переданное ему Пелагея сокровищ и сказал ему, «Заклинаю тебя именем святой нераздельной Троицы не вносить ничего из этого золота ни в дом епископский, ни в церковь Божий, ни в свой дом, ни в дом кого-либо из клириков, но раздай все это своими руками сиротам, убогим и немощным, дабы то, что собрано злом, было израсходовано на добро, и богатство греховное стало бы богатством правды. Если же нарушишь эту клятву, анафема добудет дому твоему и участвуя с теми, которые восклицали, «Возьми, возьми, распни его!» Раба Божия Пелагея ничего не оставила из своего имущества, даже на пропитание себе, но питалась насчет романы диаконисы, ибо поклялась ничем не пользоваться от богатства греховного. На должности диаконис избирались пожилые, не моложе сорока лет девственницы или вдовы. Обязанностью их было наставлять обращающийся жен и девиц, как они должны держать себя во время крещения, прислуживать епископу при их крещении и вместо него совершать помазание других частей тела, кроме чела и так далее, наблюдать за порядком и благочинием среди женщин во время богослужения, посещать больных, бедствующих, заключенных в темницах, служить исповедникам и мученикам, одержимым под стражей содержимым, помогать неимущим и так далее. Относительно диаконис есть несколько канонических правил, а именно 4 Вселенского Собора, правило 15, 6 правило 14, и Святого Василия Великого, правило 44. Призвав всех своих слуг и служанок, она отпустила их на волю, дав каждому достаточно серебра и золота. «Я освобождаю вас от временного рабства», сказала она им. «Вы же постарайтесь освободить себя от рабства суетному миру, исполненному грехов, дабы нам, жившим в мире, семь совместно, сподобиться пребывать вместе и в блаженной жизни». Сказав это, Пелагея отпустила слуг своих. В восьмой день, когда надлежало ей по обычаю новокрещенных, снять белые одежды, полученные по крещению, день был воскресный, Пелагея, встав весьма рано, сняла белые одежды, в которые была одета при крещении, и облачилась во власеницу. Взяв ветхую одежду блаженного Нонна, она тайно от всех удалилась из Антиохии, и с того времени никто не знал, где она находилась. Деканица Романа скорбела и плакала о ней. Но всеведущий Бог открыл блаженному Нонну, что Пелагея ушла в Иерусалим, и утешал Нон Роману, говоря, «Не плачь, дочь моя, а радуйся!» Пелагея, подобно Марии, избрала благую часть, которая у нее не отнимется. Немного дней спустя мы были отпущены архиепископом и возвратились в Велиополь. Через три года явилось у меня желание идти в Иерусалим, поклониться Святому Воскресенью Господа нашего Иисуса Христа. И я просил епископа моего блаженного Нонна отпустить меня. Отпуская меня, он сказал, «Брат Яков, когда придешь в святые места, поищи там некого инока, которого зовут Пелагием. Он Евнух, весьма добродетелен и живет несколько годов в затворе. Найдя его, побеседуй с ним, и получишь от него великую пользу, ибо он истинный раб Христов и инок, достигший совершенства». Поклониться Воскресенью Христову, это значит Воскресенье Храму, Воскресенье Христову, построенному на месте Воскресенья Господа, гробу Господню и другим находившимся там величайшим христианским святыням. Это говорил Нонна Робе Божией Пелагии, которая около Иерусалима устроила себе келью на горе Илеонской, где некогда молился Господь наш и, затворившись там, жила для Бога. Но сего Нон не открыл мне. Собравшись, я пошел к святым местам, поклонился Святому Воскресенью Господа нашего Иисуса Христа и честному кресту Его, а на другой день отыскал монаха по имени Пелагия, как заповедал мне епископ мой. Келью его нашел я в горе Илеонской. Келья эта отовсюду была заграждена и дверей не имела. Только малое оконце увидел я в стене. Постучал в него. И когда его открыли, я увидел Робу Божию. Она узнала меня, но не открыла мне себя. Я же не узнал ее. Да и как я мог узнать ту великой красота, кое и так быстро увяло, как увядает цветок? Очи ее глубоко ввалились от многого и безмерного воздержания, обнаружились кости и суставы лица ее. Вся страна Иерусалимская считала ее евнухом. Ни один человек не знал, что то женщина. Да и я сам не видал того, ибо епископ мой говорил мне о евнухе, иноке, и я получил благословение от нее, как от инока мужа. Она сказала мне, скажи мне, брат, ты не Яков ли диакон блаженного епископа Нонна? Я удивился, что она и по имени меня назвала и признала во мне диакона блаженного Нонна. И отвечал, да, господин мой. Она мне сказала, скажи епископу твоему, чтобы помолился обо мне, ибо воистину он муж святой и апостол Христов. И тебя, брат мой, прибавила она, прошу помолиться обо мне. Сказав это, блаженная затворила оконце и начала петь третий час. Я сотворил молитву и отошел. Созерцание же ангела, подобной подвижницы и сладостной беседы ее, много послужило мне на пользу. Возвратясь в Иерусалим, я обходил различные монастыри, посещал братья и беседовал со святыми мужами, принимал от них благословения и много получал пользы для души. По всем обителям пронеслась добрая слава о евнухе Пелагии, и пример жизни его всем был на пользу. Ради этого я пожелал снова пойти к нему и утешиться душеполезной его беседою. Придя в келье его, я постучал в оконце, с молитвами дерзнул и по имени его назвать, говоря, «Отвори, отче Пелагий!» Но он не отвечал мне ничего. Я думал, что он молится или почивает, и подождав немного, снова постучал, прося отворить. Но ответа не было. Снова ожидал я некоторое время и снова постучал. Три дня провел я так, сидя у оконца, и стучал через некоторые промежутки времени, имея сильное желание видеть лицо святое Пелагия и получить благословение его. Но не было ни гласа, ни послушания. Тогда я сказал сам себе, или ушел он из этой кельи, или в ней никого нет, или приставился. Я держнул силу открыть оконце и увидел, что Пелагий лежит на земле мертвым. Ужаснулся я, и весьма горько мне стало, что не сподобился я получить последнего его благословения. Затворив оконце, и отправился в Иерусалим и возвестил живущим там святым отцам, что Ава Пелагий Евнух приставился. И тотчас прошла по всему Иерусалиму весть, что святой Пелагий, духоносный инок, скончался о Господе. На погребение честного тела его сошлись иноки из всех окрестных монастырей, все жители Иерусалима и бесчисленное множество людей из Ерихона и с той стороны Иордана. Разломав оконца кельи, сделали вход достаточный для одного человека. Вошедши через дело на таким образом отверстие, благоговельные мужи вынесли честное тело. Пришел у патриарх Иерусалимский со множеством иных отцов. Когда по обряду начали умощать тело ароматами, то увидели, что почивший подвижник был по природе женщиной. Дивный во святых Боже, воззвали тогда присутствовавшие со слезами, слава тебе, ибо имеешь ты на земле сокровенных святых не только мужей, но и жен. Тайну Пелагеи хотели было утаить от народа, но не могли, ибо Богу было угодно не сокрыть, но объявить и прославить рабу свою. И собралось великое множество народа. Стеклись и инокини из монастырей своих со свечами и кадилами, со псалмами, песнопениями церковными, и, взяв честное и святое тело Пелагеи, с подобающей честью внесли в ту же келью, где подвязалась она и там погребли. Кончина преподона Пелагеи последовала, когда Нон по житии был епископом Иллиопольским, а он был епископом с 451 до 458 года. Обращение Пелагеи совершилось за то же время управления в Иллиопольской церковью. Следовательно, кончину ее должно относить к концу пребывания его в Иллиополе около 457 года. Таково было житие бывшей блудницы, таково обращение погибшей грешницы, таковы труды ее и подвиги, коими угодила она Богу. Да подаст Господь наш Иисус Христос с нею и нам получить милость в день судный. Ему слава со Отцом и Святым Духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Аминь.